Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, Ватман, и в этом ролике я наконец-то добрался до бронированной техники, которую часто можно встретить на дорогах Лос-Сантоса. К ней относятся старушка Курума, маслкар Дьюк О'Детт, старший брат инсургента пикапа Инсургент Не Пикап, и что-то среднее между скоростью Дьюка и мощностью инсургента городской паркетник Найтшарк. О Куруме незачем много говорить, ее репутация опережает всю похвалу, которая будет дальше сыпаться на нее. Отличный полноприводный спорткар, лишенный каких-то финтиперстовых изысков и мажорной надменности. Работяга, главной целью которого является защита вас от пуль. И это действительно так, поскольку, как я говорил в своем предыдущем видео, водитель именно в этой машине наиболее защищен от выстрелов. К сожалению, чрезмерная защита от стрелкового оружия компенсируется полнейшим отсутствием защиты от ракет. И любой редис на делюксе или прессере легко с вами расправится, если метко прицелится. По этой причине по свободной сессии на нем мало кто ездит. А вот в ограблениях он оказывает огромнейшую помощь, и это очень ценится многими игроками. Duke Odette является заднеприводным маслкаром, причем гораздо сбалансированнее, чем его гражданская версия. Но при этом обладает мощью, способной двигать отцепление полиции, если влепиться в них на полной скорости. Он имеет очень неплохую защиту от ракет, которая простит вам пару вражеских снарядов и позволит перегруппироваться для нанесения ответного удара. В заданиях он также оказывает неоценимую помощь, поскольку рукожопные NPC-шки крайне редко могут попасть по незащищенным деталям автомобиля. Да и в открытой сессии против других игроков он отлично помогает, если постоянно двигаться. В таком случае враждебно настроенному игроку придется сильно постараться, чтобы попасть в открытые места в бронеплитах. Полнейшей альтернативой Курумы является Инсургент. Отличие этой версии от Инсургента пикапа в том, что на этот броневик нельзя поставить никакого вооружения, в то время как на пикапе изначально стоит пулемет калибра 7,62. А значит по правилам этой рубрики он будет относиться к классу гражданских автомобилей, как и оба предыдущих. Также отличием вездехода от его более модифицированной версии является отсутствие возможности поставить бронеплиты на окна, что делает водителя незащищенным от огня противника. А вот чего у него не отнять, так это защиты от ракет. Их он выдерживает наибольшее количество из всех тестируемых сегодня. Другими словами, если вам нужен бункер при угрозе ядерного взрыва, то отлично подойдет Инсургент. Если на вас готовится покушение группой вьетнамского спецназа, то не обойтись без телохранителя Курумы, которая всосет ваше тельце в свои японские ковши. Ну а если вам угрожают ядерной атакой с последующей зачисткой радиоизотопными камикадзе, то Duke O'Dead как Чиппи Дэйл спешит на помощь. Ну что ж, с тремя основными китами, на которых держится весь бронемир, мы разобрались, поэтому давайте перейдем к Найтшарку. Здесь можно провести сравнение с все теми же японскими автомобилями. В 80-е и 90-е годы все производители гнались за качеством своей продукции, делая автомобили на века. И чем проще и надежнее был аппарат, тем больше был спрос на него. Но спустя несколько лет автоконцерны смекнули, что продав клиенту новый автомобиль, они потеряли его как минимум лет на 10, а максимум и навсегда. А кушать хочется всем и каждый день. По этой причине главная политика автомобильных гигантов была перепрофилирована с показателя качества на показатель количества. Ведь куда проще сделать машину из говна, которая через 3 года начнет передеть, троить и сыпаться. И клиент будет приносить бесконечное количество денег либо за запчасти, либо за новый железный картон. Подобной политике, похоже, придерживается и Рокстар со своим какошонком Найтшарком. Он имеет встроенный пулемет, который по мощности не может похвастать выдающимися результатами. К тому же он стреляет только перед собой, а это, как мы знаем, не очень удобно. Но самое интересное начинается, когда мы подбираемся к его бронепластинам на окнах. Если их нет, то водитель может стрелять и бросать гранаты, но никак не защищен от ответных очередей из автомата. Здесь он имеет сходство с инсургентом, но так какие размеры окошек у них? То ли пара иллюминаторов тяжеловеса, то ли аквариумный простор какошонка. Кроме того, инсургент заметно выше, что тоже говорит о некоторой защите водителя. Если же вы ставите на него бронеплиты, то лишаетесь привилегии пользоваться ручным оружием взамен брони сомнительного качества. И пусть спереди и сзади защита у него более-менее, но в чем проблема сделать такую же сбоку? И почему хоть и из мелких, но щелей нельзя стрелять из автоматов? Та же Курума прекрасно издрыгает из себя пули, сохраняя целостность своих стекол. Это конечно странно, но пусть лучше так, чем если бы они разбивались и Курума становилась своей серийной версией. Вот если бы Найтшарк обладал хотя бы такой же стойкостью к свинцу, я уж не говорю о способности водителя стрелять, это был бы идеальный автомобиль с точки зрения защиты, поскольку отлично ловил бы как патроны, так и ракеты. Но в итоге мы имеем очередной недоделанный КАКО-мобиль. А сейчас предлагаю вам посмотреть, смогут ли сегодняшние броневики раскрыть свой потенциал на максимальной скорости. КАКО-мобиль. Результаты оказались в принципе такие. какими я и ожидал. Самым быстрым броневиком, как и был, остался Duke O'Dead. А вот второе место у Курумы, как это ни странно, забрал Night Shark. Он финишировал на каких-то 0,03 доли секунды быстрее, и с результатом почти 1 минута 29 секунд финишировал Инсургент. При переходе на общую таблицу гражданских автомобилей, мы видим, что три броневика расположились следующим образом. На 27 месте расположился Duke O'Dead, который на каких-то доли секунды опередил серийную версию Доминатора. Далее на 29 строчке расположилась Курума, и замыкают таблицу гражданских автомобилей на 34 строчке Инсургент, который, кстати, по времени проехал практически так же, как и Инсургент Пикап. Так как Night Shark обладает встроенным пулеметом, то он относится к категории военных автомобилей, где располагается на 9 строчке, опередив по времени четырех пикапов со стационарным миниганом. А у меня на этом все, надеюсь, это видео как-то поможет вам. С вами был Ватман, до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok